Добрый день! Как тебя зовут? Миша. Ты учишься в школе? В школе. В каком классе? В седьмом. Как часто бываешь в кино? Раньше часто, сейчас реже. Почему? Дел больше стало просто. Дел больше стало? Замечательно. Скажи, пожалуйста, тебе понравилась эта картина? В некотором случае, да. В каком? Ну, то, что, во-первых, картина правдивая, и нету, как всегда в картинах бывает, все упрощают. Скажи, пожалуйста, что такое, по-твоему, правдивая картина? Ну, по-моему, когда, трудно сказать, ну, когда показывают всю жизнь, а не... трудно как-то сказать сейчас. Не выдумка? Ну да, вот не выдумка, не бывает так, что все легко, все хорошо как-то кончается. Тут в данный момент тоже все хорошо кончается. Скажи, пожалуйста, ну а разве тебе не хочется, чтобы судьба героев закончилась хорошо, той картины, которая тебе понравилась? Конечно, хочется, но... Чтобы это было не упрощено? Нет, все-таки иногда неинтересно смотреть фильм, когда на протяжении всей картины герой, это все время у него хорошо, и все хорошо складывается. Ну, Олег Иванович, я думаю, что так или иначе, наверное, есть смысл поговорить о том, о чем говорили зрители. Вообще у меня есть несколько вопросов к тебе. Так что я думаю, что, может быть, мы куда-нибудь зайдем, вот скажем, в это кафе «Хрустальное», ибо на улице говорить просто холодно, а телезрителей мы приглашаем пройти за нами для того, чтобы продолжить разговор. Так, Олег Иванович, Значит, сегодня ты был свидетелем тому, как люди смотрят картину «Влюблен по собственному желанию». Я думаю, что вообще, в принципе, это дело очень полезное для кинематографистов, как-то непосредственно вот так неподготовленного зрителя встречать около кинотеатра и пытаться понять, что же твоя картина для зрителей значит. Мне хотелось бы вот о чем у тебя спросить. В чем ты видишь успех, а это безоговорочно, это точно, и телезрители сами имели возможность наблюдать. Мы снимали и в Ленинграде, и в Москве, и спрашивали у зрителей мнение о картине, и в общем подавляющее большинство очень высоко отзывалось о картине, и в частности, так сказать, о актерской работе и Янковского, и Глушенко. Вот начало твоей коллекции. Ну, эти три так себе, а вот это совершенно уникальное. Как ты думаешь, что это? Это Англия, начало века, королевская охота на лисов. Что ты думаешь, глядя на это? Глядите, какие костюмы, какая посадка у мужчин, у женщин, как истрижены хвосты у лошадей. Потрясающе. Тебе не интересно? Ну ты что? Я тебе не навязывала открытки, ты сам выбрал. Нет, я потом посмотрю, подумаю. Знаешь, мне трудно с тобой заниматься, ты не стараешься. Ну ладно, ты тоже не сделал то, что я тебя просил. Понимаешь, мне тоже трудно заниматься. Ну фигура, дело времени. Ну крем, брови можно было сделать. На первом месте у женщин должны быть внутренние качества. Ну брось ты, ну как я внушу симпатию? Только красавицы могут не думать о внешности. Толстой список добрых дел, а у самих одно на уме. Я вас насквозь вижу. Примитив. Каракатица. Неудачник. Так, теперь линей отсюда. Прости меня, пожалуйста. Ладно, забыто. Знаешь, один писатель сказал, что люди напоминают собой стадо дикобразов, бредущих по холодной и ледяной равнине. Им холодно, они жмутся друг к другу и колют друг друга своими иглами. Как ты думаешь, в чем же заключается секрет этого успеха? Мне думается, прежде всего, наверное, это кроется в индивидуальности Микаэляна. То есть, насколько я поклонник картин, люблю очень ее, и она очень чистая картина. Чистая картина, правдивая картина. В ней нет такой надумности. И вот это все, наверное, вбирает в себя, я с ним встречался дважды, с Микаэляном, вбирает в себя режиссер, прежде всего, как личность. Все-таки сегодня ты сам имел возможность убедиться, насколько люди, говоря об этой картине, постоянно касаются одной очень важной темы. Узнаем себя, важно, поднимает проблемы. Картина наша, картина, которую интересно смотреть. Картина, в которой так или иначе мы видим ту жизнь, которая нас окружает. С допусками, конечно, с какой-то условностью, но, тем не менее, эта картина, как прекрасно говорил человек о рабочем классе, о том, что... То есть, то, что в картине является собой ее зерно. Меня интересует природа успеха. Ведь в чем заключается смысл нашего разговора? Я хотел бы попытаться, мы хотели бы попытаться выяснить, что же интересно зрителю, на что идет зритель. Что он хочет видеть? Что он не хочет видеть? Я получил как-то недавно письмо, вернее, не письмо, а записку на таком-то обсуждении после картины, где вдруг мне зритель предъявил претензии и какой-то счет за мои, казалось бы, лучшие работы. Записка такого содержания. Янковский, не кажется вам, что в картинах обыкновенное чудо, тот самый Мюнхгаузен, влюблен по собственному желанию и полеты во сне, наяву, вы повторяетесь. А я считаю, что это лучшие мои картины. Я убежден по тем же опять письмам, что после картины полета во сне наяву приходят письма, где мы кому-то помогли. Что важнее, 100 человек развлечь или одному помочь? Иногда может быть важнее одному помочь. Это очень важная мысль. Значит так, что важнее? Вопрос. Донятный вопрос. 100 человек развлечь или одному помочь? Так, прости, значит, исходя из этого, развлечение требует человек благополучный. Помощи, помощь необходима человеку неблагополучной. Безусловно. Что-то не состояло, что-то не получилось. Согласен ли ты с тем, что критерием в оценке того или иного, из того, что сделал, является для себя критерием? То есть могут ругать, хвалить, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но все-таки своим критерием является одно. Наверное, для серьезного художника, стыдно или не стыдно. Правильно? Вот мой вопрос таков. Если действительно критерием для художника является, стыдно ему за то, что он сделал, или не стыдно, есть что-нибудь, за что тебе стыдно? Замечательный вопрос. Конечно, безусловно. 40 с чем-то картин, и действительно, ну, половина, может быть, я бы не хотел сейчас, если бы начинал все сначала, вот так складывалось, мол, в результате ты и будешь тебя в обоиме, я бы от половины смело отказался от половины. Я замечательную вещь ощутил. Я забыл. Длинный процесс был съемочный в Италии. Я как-то привык к ощущению, что какой-то есть посторонний взгляд на меня. Прости, это нужно объяснить уважаемым телезрителям, потому что они просто не знают. Олег Янковский сейчас снимается в картине Андрея Тарковского, картина снимается в Италии, называется фильм «Ностальгия». Прости, просто потому что иначе не будет понятно. И я уже, повторяю, привык к какому-то своему ощущению, что есть какой-то взгляд со стороны, и вдруг, скажем, поймался я на мысль, что в Италии меня никто не смотрит. И как-то удивился. Это замечательно. Это замечательно. Это замечательно. Да, и сам как-то внутренне расхотался, подожди, по-моему, не внутренне, а и внешне, очень громко на улице, потому что думал, что такое происходит. Это замечательно, слушай, это замечательно. Я думаю, это с годами, с годами происходит, тем более, как-то много картин выходит, действительно. А какое ощущение? Странное, это удивление, какое-то растерянность. И потом это переходит в другое качество. Это в мучительный процесс, в мучительный процесс, потому что потеря, я потом сформулировал, потому что ностальгия вещь такая сложная, там много чего, так сказать, за ней стоит. Но еще, наверное, момент. Потеря ощущения своей личности. Потеря ощущения своей личности. Что это значит? Вот что, не потому что мне приятно, что на меня смотрят, хотя, так сказать, а что я что-то вот значил, а вот сейчас вроде только ничего не значил. Вот я бы сказал, я боюсь быть ненужным. Это вообще для этой профессии катастрофа. Для профессии, потому что по улицам ходят миллионы людей, которые нужны друг другу, но которых не узнают на улице. Да, я только для человека этой профессии. Необходимость быть нужным, необходимость быть нужным, необходимость быть нужным. Но не путаешь ли ты понятие популярность с понятие нужным, ненужным? Это вопрос, это не, так сказать, не провокация, а вопрос. Ну, популярность ведь дело такое временное. Я ведь имею в виду, всем нравиться нам нельзя, есть какая-то аудитория определенная. Твоя или не твоя. Что должен делать, по-твоему, актер или человек на виду для того, чтобы сохранить свое существо в этой суетной, быстростремительной, мчащейся жизни, в которой порою популярность заменяет нужность? Что нужно делать, по-твоему? Или не делать? Что? Как быть? Вот на этот вопрос, наверное, невозможно ответить. Это у каждого по-разному. У тебя. Как быть нужным сегодня, как быть нужным завтра. И что такое нужным? Да. А быть нужным завтра зрителю, а значит, и мне найти что-то новое в моей профессии, а значит, в профессии, значит, в себе. Да. Вот это, так сказать, вопрос, которым я, так сказать, мучаюсь, занимаюсь. А такого конкретного ответа и рецепта, рецепта у меня просто нет. Ну, наверное, продолжать прислушиваться к своему существу. Слава. Храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет. Если я обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. Мюнхгаузен славен не тем, что не врет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова